Вести Карачаева, Черкесия 20 июня в 11 часов в Большом зале Дома правительства состоится очередная 39-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На рассмотрение и утверждение народных избранников будут вынесены несколько законопроектов, в их числе об исполнении республиканского бюджета, об установлении в регионе размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на этот год, об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за прошлый год и другие. В центральной площади Карачаевска присвоено имя Героя России, летчика Аса Канамата Баташева, героически погибшего в ходе спецоперации на Украине. С инициативой присвоения площади имени Героя во время церемонии прощания с заслуженным летчиком выступил руководитель региона Рашид Темрезов. Здесь же на центральной площади города будет установлен памятник Герою России. Напомним, Канамат Баташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае этого года. Летчик на запрос о помощи от штурмовой группы, заблокированный силами противника, принял решение о проведении атаки на сверхмалой высоте, нанес удар по ВСУ, что впоследствии помогло группе выйти из окружения. При выходе из атаки самолет был сбит зенитной ракетой и генерал-майор погиб. Канамату Баташеву посмертно присвоено звание Героя России. Бесплатные земельные участки получили еще 40 многодетных семей Черкеска. А в городском Дворце культуры составилась первая в этом году церемония вручения семьям с тремя и более детьми документов на бесплатные земельные участки. Всего в текущем году в республиканской столице землю планируется предоставить порядка 100 семям. Распределение участков, как и раньше, проводилось путем открытой жеребевки. Представители семей по очереди выбирали лот, в соответствии с которым определялся номер их участка площадью 6 соток на новых улицах города. С 2012 года земли под индивидуальное жилищное строительство получили 739 многодетных семей Черкеска. Из них 255 были предоставлены в прошлом году. Российский экологический оператор и Единый институт развития Северного Кавказа Кавказа РФ на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в округе реализуют более 10 экологических проектов. Подписан документ станет продолжением совместной работы и выходом на конкретные экологические проекты в макрорегионе, сумма которых оценивается в 26 миллиардов рублей. В частности, соглашение включает в себя реализацию более 10 проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В перечень входят объекты по расфасовке и утилизации отходов. Они появятся в каждом регионе Северокавказского федерального округа. Еще один район республики Зеленчукский выполнил план по вакцинации, достигнув стопроцентного показателя. Карантины и специальные боксы для пациентов с COVID-19 для местных врачей-инфекционистов остались только в воспоминаниях. На сегодняшний день половина районов республики выполнила план по вакцинации. Шесть из 12 муниципалитетов – это Гехабльский, Ногайский, Абазинский, Хаберский, Зеленчукский и Прикубанский муниципальные образования. В Черкесске прошла практическая сессия «Промышленные парки и технопарки как инструмент повышения инвестиционной привлекательности региона». Организатором выступило Министерство промышленности, энергетики и транспорта. В качестве главного спикера был приглашен директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. Он рассказал об особенностях индустриальных парков, основных нормативно-правовых актах, регулирующих их деятельность, а также о специфике работы в регионе. На сессии были обозначены меры господдержки. В итоге все это позволило совместно выработать план действий по разработке стратегии создания технопарка в Карачаево-Черкесии. Тему продолжит заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Республики Юмрана Тиунаева. Как показывает опыт в других регионах, где уже такие парки существуют и работают, мы видим положительный эффект от этих парков, поскольку эти парки служат таким инструментом для привлечения инвестиций к нам в регион. Поскольку эти парки позволяют обеспечить комфортные условия для предпринимателей, парки бывают как государственные, так и частные. Мы больше рассматриваем государственно-частный парк. Это был бы, наверное, такой хороший микс, форма более оптимальная для нас. Где участвуют и государство, и коммерческий блок. Для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесии продолжает работу горячая линия по вопросам ценообразования. Республиканский Минпром уделяет особое внимание ценообразованию в магазинах Республики, регулярно проводя мониторинг цен на продукты первой необходимости, в число которых входит несколько десятков товарных позиций. В случае, если вы столкнулись с ценами, которые, по вашему мнению, завышены, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 280328. Еще раз повторю, 280328. Она работает с 9 утра до 18 часов ежедневно и охватывает все населенные пункты региона. Информацию комментирует руководитель департамента потребительского рынка услуг и лицензирования Министерства промышленности, энергетики и транспорта Арсен Гутякулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов. Принимается информация, сводится нашим министерствам. Исходная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушения по необоснованным, завышенным ценам на социально-назначные товары, то есть можете обратиться в наше министерство промышленности и энергетики и транспорта по номеру телефона 28328. Очередная партия гуманитарной помощи выехала на Донбасс. В этот раз военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине, отправили 12 тонн питьевой воды. Груз собран по поручению руководителя региона. Партию гуманитарной помощи сформировал житель села Маруха Ахмад Даддуев при поддержке главы администрации Зеленчукского района Алексея Науменко и руководителя фракции «Единая Россия» в Совете Зеленчукского муниципального образования Ханафи Ижаева. В составе груза 2350 бутылок питьевой воды объемом по 5 литров Ахмад Даддуев не первый раз участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи. Ранее он передавал питьевую воду военнослужащим и 11 тонн муки жителям Донецкой и Луганской народных республик. Всего с февраля текущего года Карачаево-Черкесия направила более 150 тонн продуктов и предметов первой необходимости жителям Донбасса и освобожденных территорий, а также беженцам, находящимся в пунктах временного размещения в регионах России и военнослужащим в ДНР и ЛНР. Региональные вузы намерены разместить детей из Донецкой и Луганской народных республик в учебных базах на курортах республики. Заявку на университетские образовательные смены в числе первых тем сам вошел в программу. С 20 июля по 1 августа ожидается порядка 100 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из ДНР и ЛНР. Их встретят в Ростове-на-Дону и привезут на учебно-лабораторную базу в Тиберде. С подростками будут работать сотрудники университета и студенты. Предполагается 6 блоков программы, в том числе культурно-патриотический, образовательный, профессиональный, системное мышление, работа в команде, спортивный, досуговый и экскурсионный. К проекту присоединится и Северокавказская государственная академия. При необходимости СКГТА готов в августе разместить на базе турбазы «Нарад» до 25 ребят из ДНР и ЛНР. Юных гостей республики ждут комфортабельные номера для проживания, разнообразное питание и интересная образовательная программа. Северокавказский федеральный университет 20 июня встретит первую смену школьников. В течение 10 дней ребят ждет активный отдых и насыщенная образовательная программа. На первой смене предусмотрено изучение математики, программирование, особенности работы с искусственным интеллектом. Уже год в России работает Президентский фонд культурных инициатив, который стал новым институтом поддержки творческих и креативных команд. При поддержке фонда уже реализовано почти 3000 творческих проектов. Заявки на участие в грантовом конкурсе принимали и жители республики. Из них в этом году поддержку получили 4 проекта. Срок их реализации – 18 месяцев. К слову, участвовать в конкурсе могут не только некоммерческие организации, но и индивидуальные предприниматели и негосударственные учреждения культуры. Информацию комментирует министр культуры Карачао Чекеси Зураба Гербов. Это огромный импульс, мощнейший к развитию культуры, потому что здесь тоже важна конкуренция, здесь тоже важны новые идеи. Ну а фонд для того и создавался, чтобы тем, у кого такие идеи есть, но раньше не хватало ресурса, не было возможности в какой-то организации, может быть, работать, предложить свое ведение развития культуры и сделать конкретный проект. Это серьезные суммы, некоторые гранты, там, несколько миллионов рублей. И я думаю, что уже в этом году, в год столетия, прошлогодние наши проекты будут реализовываться, мы будем видеть их результаты, новые проекты сейчас будут тоже набирать обороты. И, в принципе, это та самая цель, которую государство преследовало, чтобы не только госучреждения, стабильно, условно говоря, там, по расписанию делали свои, там, концерты или выставки, а чтобы что-то яркое, необычное, авторское появлялось на культурном небосводе. Для всех желающих шагнуть в мир цифровизации на портале Госуслуг создан проект «Цифровые профессии». Для жителей России старше 16 лет доступно порядка 100 курсов от аналитики и дизайна до программирования и искусственного интеллекта. Чтобы записаться на курс на сайте проекта «Профи Диджитал Госуслуги», нужно выбрать интересующую программу и заполнить заявку. Государство может взять на себя до 100% стоимости курса в зависимости от льготной категории гражданина. По итогам обучения можно получить как квалификацию программиста, так и смежную цифровую профессию, востребованную при формировании IT-команд. Рассказывает первый заместитель министра цифрового развития Республики Инвер Кипкеев. Если судить по органам исполнительной власти, по муниципалитетам Карачао-Черкесской Республики, в каждом органе власти и в муниципалитете есть человек, который ответственен за цифровое развитие. Этот человек, уровень на сегодняшний день заместителя руководителя органов власти или муниципалитета, проходит обучение при поддержке Министерства цифрового развития Российской Федерации на различных образовательных площадках. Это Иннополис, это Ранхикс и ряд других. То есть стоит понимать, что цифровое развитие, цифра на сегодняшний день, какое ведущее такое положение занимает. Коль в каждом ведомстве определен человек, который ведет и курирует данную деятельность. У нас в республике очень востребованные ребята с цифровыми профессиями, это IT-шники, программисты. И я с уверенностью могу сказать, что ребята, у которых есть отличные результаты в этой деятельности, они всегда найдут себе работу. Сотрудники мэрии Черкеска, депутаты и городской совет ветеранов поддержали акцию «Красная гвоздика» и внесли посильный вклад в оказание адресной медицинской помощи ветеранам всех войн и конфликтов. Столь нужные мероприятия в поддержку старшего поколения проводит региональный центр серебряного волонтерства, функционирующий на базе благотворительного фонда «Доброгорец». Акция «Красная гвоздика» – это детище фонда «Память поколений». За 7 лет благотворителям удалось помочь более 15 тысяч ветеранам на общую сумму порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Приобрести значок «Красная гвоздика» или пожертвовать средством можно в сетевых магазинах или на сайте фонда. В республике завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Защита» о его итогах и цели Евгения Узденова, начальника отделения информации и общественных связей МВД по Карачаево-Черкесии. По данным отдела Организации деятельности участковых уполномоченных полиции, за время проведения операции защиты с 1 по 10 июня 2022 года, сотрудники полиции совместно с иными субъектами профилактики проверили 189 родителей или иных законных представителей, состоящих на учете, из которых 64 не исполняют своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Все они привлечены к административной ответственности. В отношении четверых родителей или законных представителей принято решение об отобрании детей в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса России «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью». Проверены условия проживания и воспитания 14 несовершеннолетних, совершающих систематические уходы с места жительства, попытки суицида или аутоагрессивные поступки. Выявлено 9 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи. Они помещены в Организации социальной реабилитации. Сотрудники МЧС по Карачаево-Черкесии ежегодно проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Вода – безопасная территория». Ее цель – привлечь внимание земляков к вопросам безопасности на воде. На территории Центра государственной инспекции по маломерным судам прошел инструктаж для учащихся образовательных учреждений Черкеска, рассказывает начальник инспекции Николай Кулаков. В необорудованных местах, то есть в тех местах, которые не санкционированы для купания, люди стихийно приходят и купаются, там устанавливаются запрещающие знаки. В частности, вот и на нашем парке культуры Духозеленый остров у нас установлены запрещающие знаки, то есть в тех местах, в которых купаться запрещено. На оборудованных пляжах у нас здесь аварийно-спасательная служба, здесь находится пост. Люди в кроссуточном режиме осуществляют здесь дежурство с целью обеспечения безопасности людей. Десять представителей молодежи Карачаева-Чекеси могут попасть на окружной форум добровольцев в Адыгеи. Стартовала отборочная кампания на форум добровольцев Южного и Северокавказского федеральных округов, который пройдет с 19 по 22 июля. Форум соберет на своей площадке 300 инициативных, целеустремленных и неравнодушных представителей добровольческих волонтерских организаций. Молодежь примет участие в образовательной, культурной и других полезных программах. У них будет возможность обвиняться опытом с участниками из разных регионов и получит полезные контакты. В республике начал работу новый экологический отряд, созданный на базе Северокавказской государственной академии по инициативе заведующего кафедрой лесного дела Руслана Аджиева и группы неравнодушных к экологическим проблемам региона студентов. Обучающиеся вузы всегда поддерживали проводимые в Республике природоохранные и экологические акции. Теперь же работа станет более системной и будет проводиться в тесном сотрудничестве с Региональным министерством природных ресурсов и экологии. В рамках празднования столетия Карачаева-Чикесии в Республике состоится гастрономический фестиваль «Кунак», который пройдет на площадке поселка Романтик Архиза. В мероприятии примет участие большое количество поваров из различных регионов, а также Абхазии и Армении. Кроме того, в Республике состоится традиционный ежегодный гастрономический фестиваль «Праздник Айрана» на Медовых водопадах. В Республике будет создана Региональная федерация армейского рукопашного боя и открыт военно-патриотический клуб «Воин» на базе ДОСАВ. Идея принадлежит руководителю секции «Казачий спас Гринь» Михаилу Гриню. По его словам, создание этих общественных организаций даст широкие возможности для развития спорта, привлечения к занятию им молодежи, что в совокупности позволит подготовиться к службе в армии. Секция армейского рукопашного боя «Казачий спас Гринь» существует с 2013 года. Занятия проходят на базе 6-й школы Черкеска. Сейчас в ней занимаются 50 человек – это дети и взрослые. Спортсмены регулярно выезжают на соревнования, занимая призовые места. Ну и последняя информация. В Черкесске составился республиканский этап президентских спортивных игр школьников. Победители муниципального этапа, сборные команды школ, состоящие из спортсменов 2007-2008 годов рождения, представляли свои муниципалитеты в оригинальном этапе. По итогам состязаний победителем стала гимназия номер 5 Республиканского центра. Они же представят Карачаево-Черкесию в финальных играх, которые пройдут во Всероссийском детском центре. Смена Анапы с 14 сентября по 4 октября текущего года. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В горах местами плюс 12-17. В Черкесии днем без существенных осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 25. Радио России. Карачаево-Черкесия. На правах рекламы. Обществу с ограниченной ответственностью Вулкан требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск-Пятигорское шоссе 23-8938-038-84-37. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.